Удобно припарковался один человек, а страдает весь двор. Недобросовестных водителей, которые оставляют личный транспорт у контейнерных площадок, будут наказывать штрафами и эвакуацией авто. О новых правилах, которые вступили в силу в Московской области, расскажем в следующем сюжете. Эту иномарку забирают на штрафстоянку за то, что она припаркована в неположенном месте. Водитель проигнорировал дорожные знаки, предупреждающие о том, что стоянка здесь запрещена. Такие последствия теперь ждут каждого автовладельца, который оставляет свой транспорт у контейнерных площадок. Вместе с госавтоинспекцией работать с нарушителями будут сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля, а также инспекторы ГУСТ Московской области. Они будут проверять дороги общего пользования, а также внутридворовые и внутриквартальные проезды, где установлены новые знаки. Там, где наиболее проблемные места для парковки возникают во дворе, данные правила были разработаны. Там, где такие знаки появились, начинают действовать правила, которые регулируются Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. За нарушение и нахождение транспортного средства в зоне действия этого знака предусматривают штрафные санкции в размере 1500 рублей. В случае, если оплачивается в течение 21 дня, то 750 рублей. Такие меры приняты для того, чтобы не препятствовать своевременному вывозу мусора. Припаркованные машины закрывают доступ техники к контейнерным площадкам. Мусоровоз уезжает пустым, а отходы продолжают накапливаться. У нас установлены трехчасовые интервалы для удобства жителей. Мы понимаем, на какой контейнерной площадке уже утром накапливаются отходы, на какой к вечеру. Поэтому очень щепетильно и гибко подходим к установке таких трехчасовых интервалов. И очень важно их соблюдать. А когда мы утром приезжаем на контейнерные площадки, к сожалению, мы фиксируем в день десятки случаев, куда мы не можем проехать. И когда приезжаем уже второй и третий раз, мы видим накопление на площадке. В Люберцах новые дорожные знаки установили пока по четырем адресам. Но работа в этом направлении продолжается. Проекты организации дорожного движения разработаны на 25 дорог местного значения и на 31 дворовую территорию. Ознакомиться с их списком можно на сайте администрации городского округа.